Я не думаю, что так получается, что я занимаюсь вопросами надежности специальной техники. И у меня такой вопрос. Здесь только что рассказывали по фильму, вас не было, вы не присутствовали, что вы принимаете решение в доле секунды, когда у вас идет групповой полет. Если какое-то отклонение, каждый из вас должен принять вот это решение, микроверное практически, а что, автоматизировать эту систему нельзя, не пытались? Система управления? Ну, на самом деле, там автоматизация-то есть, но она предназначена для полета, либо разломком-пыковых порядков, есть какие-то средства навигации межсамолетные, либо для одиночного полета, где есть автопилот, какую-то можно включить. Но пилотаж в плотных строях выполняется только на руках, то есть только глазомер, только... А что же здесь тогда является человеческим отказом, человеческим фактором? Человеческий фактор – это способность летчика выдерживать задный интервал дистанции, потому что все это меняется очень быстро. Интервал дистанции при полете очень маленький. Но такого типа отказа вывелось ли? По человеческому фактору? Но если отказ по человеческому фактору, если летчик где-то не уверен в себе, не увидел вовремя, то всегда устранение в сторону увеличения. То есть он просто выходит из строя, ну и там либо на место становится, либо он прекращает полет, если уже... То есть только в сторону увеличения. А с позиции самочувствия? Ну, нам хватает нашего физического состояния для выполнения полетов на строях с таким перегрузками. Я можно добавлю по поводу автоматизации, Сергей Владимирович, про человеческий фактор говорил, но авиационной техники тоже много сделано для того, чтобы облегчить жизнь летчику. Конкретно на самолете Су-27 стоит так называемая система дистанционного управления, управление по проводам, как мы называем. И там очень много умных машин стоит, но мы с вами, наверное, на одном языке говорим, который в том числе отвечает за внешние возмущения и здорово облегчает жизнь летчику. В общем-то, летчику остается в нестандартных условиях пилотирования, пилотировать стандартный самолет, как будто бы он стандартный. Поэтому в этом случае автоматика очень много влияет на работу нашу. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста.